Лето уже совсем скоро, поэтому на Дерибасовской с каждым днем появляется все больше аттракционов и, конечно же, лошадей, на которых катают всех желающих по центру города. Если зимой работало 2-3 животных, то сейчас их уже не менее 10. Днем выходят не все, потому что на улице уже жарко, но нам удалось увидеть нескольких и поговорить с их инструкторами о том, знают ли они, в каких условиях должны содержаться лошади. В теплое время года у лошадей начинается рабочий сезон. Для того, чтобы животному было комфортно и не происходило несчастных случаев, хозяин должен соблюдать принятые нормы. Рабочее время не более 8 часов при максимальной температуре 28 градусов, питье раз в час и прием пищи три раза в день. Документы на лошадей, паспорта и обязательно с отметками о прививках, то есть об обязательном ветеринарном контроле. Лошади должны быть обязательно подкованные, чистые, то есть обращается внимание на наличие заклеек, на наличие навоза, на шерсти. Вместе с зоозащитницей мы приехали в центр города, где на лошадях работают целый день. В съемочной группе на Дерибасовской явно были не рады, инструкторы либо игнорировали вопросы, либо отворачивались и уходили. А сколько работает эта лошадь по времени в день? Документы у вас на лошадь есть? А сколько по времени ваша лошадь работает? Пару часов. Пару часов это сколько? Я вам должна отчитаться? Ну вы можете не сказать. Девушка, вы видите, во сколько мы пришли? Нет, не вижу. Ну посмотрите на время. Хорошо, допустим, вы пришли в 3 часа дня, во сколько вы уйдете отсюда? 108. Хорошо, а где сколько раз пьет лошадь во время работы, где стоит поилка ее? До свидания. Прививочные листы документа на лошадь нам отказались показывать, ссылаясь на то, что они у хозяина животного. При этом ни имени, ни номера хозяев инструктор не знала. У вас есть, кстати, телефон хозяйки? Как вы с ней созваниваетесь по поводу оплаты? Никак. Вы не знаете имя отчества? То есть вы приходите к неизвестному вам человеку, который вам дает деньги за лошадь? И не знает? Да? Да. Однако нашлись и инструкторы, сумевшие ответить на банальные вопросы. Сколько раз животное пьет, ест и при какой температуре лошадь нельзя выводить на работу. Сколько лошадь по времени работает? 64. А где она пьет, сколько по времени пьет, сколько раз? Смотрите, нам воду наливают в ресторанах, бедра у нас есть. Как какое, мразо, два. При какой максимальной температуре вы выводите лошадь? Максимально? Да. Ну, примерно 25 градусов. То есть если будет 27 в нашем жарком лете, мы вас здесь не увидим? Нет, конечно, нам запрещают. Меня начальница уволит, если я выведу лошадь в такую температуру. Еще один вид лошадиных услуг – прокат по городу на карете. Такое развлечение появляется вечером в местах массового скопления людей. Нам удалось найти лишь одну карету возле оперного. Хозяин лошадей документы при себе тоже не имел, но показал бутыли воды и корм. По словам прокатчика, в день животные работают не более 6 часов. Однако вес, который им приходится возить, немаленький. Возят они человек, значит, вот... Ну, максимально у нас помещается 7 человек. Бывает и 7 человек могут везти. Сколько это килограмм? Ну, я не знаю, посчитайте, средний вес человека, наверное, килограмм 70, да? Клограмм 500. По итогам своеобразного рейда выяснилось, что не все хозяева и инструкторы соблюдают нормы содержания лошадей, тем самым травмируя животных. Следит ли за этим городской департамент экологии и как специальная комиссия ходила в гости к каневоду-живодеру, смотрите в нашем итоговом выпуске завтра в 18.00. Александра Явник, Наталья Долбыш, телеканал Репортер.